Всем привет! Сегодня мы с вами будем краситься. Будем краситься как новыми продуктами, так и не очень новыми, которые уже давно в каталоге, но я приобрела их по вашим запросам. То есть вы спрашивали меня, Марина, как вы относитесь к тональному крему из серии Секрет, вот этому. У меня не было по нему никакого мнения, я его выменяла на баллы для того, чтобы протестировать вместе с вами. И у меня оттенок 6309, будем его сегодня наносить. Я уже немножко попользовалась и у меня есть определенное мнение о нем, но будем смотреть вместе. Следующее, что мы с вами протестируем, это вот такие вот тени. Я покупала жидкие тени, оттенок такой более серый и с розовой немножко. С розовой оттенок 5443, сероватый оттенок 5445. Вот так они скрепляются между собой. Я их уже попробовала и покажу вам на глазах. На один нанесем как базу один оттенок, на другой другой. И ничего страшного, если будет немножко заметно, что разные тени, я потом подправлю после видео. Но главное, что мы с вами посмотрим, как это смотрится. Дальше я нанесу еще вот такие сухие тени. Это новинка тоже каталога 5194, новый оттенок в тройных тенях. Я уже сделала сводч на руке и в принципе они мне понравились. Но на глазах может быть совершенно по-другому, поэтому будем тестировать. Ну, в принципе, все из каких-то новинок. Это все. Я сразу говорю, что уже подготовила лицо, нанесла увлажнение. Потому что мне тут как-то написали, что я наношу макияж на неподготовленное лицо. Я так вообще никогда не делаю. Делала пару раз под DD крем, не наносила крем на лицо, потому что он подразумевает ненанесение крема. И он, кстати, даже лучше так держится и не так жирнит лицо. Поэтому я иногда так делаю, но все-таки привычка вторая натура и все равно тянется рука за кремом. Сейчас я использовала сыворотку Гардерика. Почему-то мне ее одной стало хватать. На лицо у меня, как обычно, крем Реноваж, вокруг глаз у меня тоже Реноваж. Ну и с утра я еще сделала масочку спал. Мне очень захотелось. Секрет Калеопатры, которая... И патчи, кстати, вокруг глаз. Мне сегодня идти на мероприятие Фаберлик и я решила подготовиться и накраситься. Честно говоря, если бы я не тестировала вот этот тональный крем, я бы лучше нанесла мой сейчас прям фаворит. Это вот этот вот Блёр. Мне он нравится больше всего и под него не нужно использовать корректоры. А сейчас под вот этот тональный, который мы с вами будем тестировать, под него все-таки придется нанести. Я уже нанесла вот эти два корректора сиреневый 6180. Я нанесла его на зоны пигментации, там, где у меня кожа темнее, чем в целом лицо. И зеленый корректор 6182 на крылья носа. И сегодня вдруг у меня вот здесь вот между бровей что-то тоже зарозовело. Я это уже все откорректировала. Ну и давайте будем наносить тональный крем. Кстати, еще я слышала замечание, что вообще-то ободок надевают, когда делают макияж, там, или вообще-то там волосы убирают, еще что-то. Сразу вот кто не любит смотреть, как кто-то поправляет волосы во время того, как красится, можете выключать. Я сегодня никакой ободок одевать не буду, поскольку я уже уложила волосы как мне надо. И если я сейчас надену ободок, они у меня еще и слегка влажноватые, у меня потом будет черти что на голове, и переделывать я не хочу. Ну и даже заколку, если я сейчас вот сюда сделаю, здесь будет залом. Поэтому не хотите, не смотрите. Ну, а всем остальным желаю приятного просмотра. Сейчас начнем. Так, берем тональный крем. 63.09 у меня оттенок. Это из серии секрет. И очень много восторженных отзывов именно об этом тональном креме. Говорят, что это прям самый лучший тональный крем у компании Faberlic. Я не буду говорить, что для меня он самый лучший. Нет, но на вкус и цвет товарищей нет. Каждому по тип лица, по цвету, по каким-то свойствам, по эффекту, да, конечному от этого тонального крема у нас требуются разные, у всех разные потребности. Поэтому разные результаты. Я осталась недовольна этим тональным кремом. Вы можете сейчас спорить со мной сколько угодно, но этот крем, во-первых, у него очень среднее покрытие. Я сейчас буду... Вот я его нанесла. Здесь помпа. Помпа, кстати, хорошо работает. И поднимается вот так вверх донышко. То есть он будет использован полностью. Это, конечно, большой плюс. Я беру зеркало, в камеру краситься не очень удобно. И начинаю носить, и наносить, и буду вам рассказывать, чем же он меня не устроил. Я когда-то такой тональный крем уже покупала в компании Фаберлик, когда он был в другой упаковке. И, честно говоря, думала, что, может быть, сейчас он какой-то другой стал. Но, девчонки, убедилась примерно. Может быть, что-то изменилось, но для меня он как был не очень, так и остался. Ну, почему не очень? Сразу скажу. Мне требуется более плотное покрытие. Здесь покрытие не очень, и он немножко жирнит кожу. То есть здесь есть светоотражающие частицы, которые я благополучно запудриваю. И вот мне лично они никак... Честно, вот они мне ни к чему вообще в тональных кремах, какие-то светоотражающие частицы, поскольку я все это запудриваю, и этот эффект сходит на нет. Плотность покрытия средняя. И часа через 4 этот тональный крем просто исчезает у меня с лица. Вот просто исчезает. Я сижу на работе, смотрю примерно в 12 часов дня в зеркало, и понимаю, что на щеках тонального крема нет вовсе. И это очень интересная, такая странная даже особенность. Мне приходится брать пудру, наносить толстые слои пудры, и это меня, конечно, выбесило. Плюс ко всему жирнится очень кожа от него. Я поэтому уже после него перешла на сыворотку. Вообще пользовалась дневным кремом Платинум. Платинум, как известно, у него такая текстура бальзамовая. Он тяжело разносится без сыворотки и дает очень плотное покрытие на лице, после которого вообще не знаешь, какой тональный наносить. Лучше, который по суше. А вот этот, он сам по себе такой жирноватый. И мне вот этот эффект не нравится. Я, честно говоря, вот сейчас его наношу ради видео. И ради видео сама думаю, вот я сейчас приеду, через 3 часа на мероприятие останется у меня что-то на лице или нет. Плюс ко всему, я заметила вот еще одну интересную особенность. Нос вот я по второму слою пошла, и у меня начинает сдвигаться первый слой этого тонального крема. Тоже очень удивительная особенность. Не знаю, почему так. Плюс ко всему, вот он этой кистью, ну, возможно, это из-за кисти. Я слышала, что не натуральные кисти полосят, но не со всеми тональными кремами от Фаберлик у меня такие полоски остаются. Я сейчас за кадром чуть-чуть проработала какие-то детали и все равно смотрю, даже несмотря на то, что у меня была подложка из корректоров, тональный крем не перекрыл все, что мне нужно было перекрыть на один слой. Поэтому я сейчас буду наносить в слой еще один, но чтобы не затягивать, я пока поставлю на паузу. Вот я наслоила еще один слой, второй я это делала вот такими вот похлопывающими движениями, потому что я уже говорила, что первый слой у меня сдвигается. Если я буду такими круговыми движениями распределять второй слой, первый сдвигается. То есть получается, что ты не можешь нормально затонировать. Ну и вот, что получилось, мне кажется, его очень заметно на лице, поскольку мне пришлось его наслоить, и в один слой у меня не получилось. То есть получается, этот тональный крем подходит для тех, у кого не очень много каких-то проблем на лице, а нужно просто выровнять тон. Ну и, конечно, если у вас суховатая кожа. Я сейчас его очень отчетливо ощущаю на лице, и я, девчонки, ну пусть будет вот такое сравнение, потому что у меня оно именно такое. С тональным кремом Балет, который я когда-то тестировала, вот он такой же жирненький, он также абсолютно наносится, финиш примерно такой же дает. Ну и запах. Запах у этого крема, честно говоря, за те деньги, за которые он продается, мог бы быть и получше. Здесь, ну прям такой не очень. Если я пользуюсь тональным кремом Selfish, и он тоже, честно говоря, пахнет, ну не очень приятно, вот этот вот пахнет более приятно, но из этой же серии. То есть, не знаю, я не буду свои сравнения говорить, чтобы никого не обидеть, вот. Но это не самый лучший тональный крем, который я покупала у Faberlic. Ну теперь про тональный мы закончили. Я, конечно же, покупать такой тональный не буду больше. И я, скорее всего, избавлюсь и от этого, отдам его маме, может быть, ей подойдет сейчас на зиму. Она пользуется DD-кремом, ей очень нравится DD, и мне нравится, мне DD нравится больше. Просто даже, пусть он примерно такой же по жирности, но он, извините, стоит в два раза дешевле. Поэтому я просто, я буду голосовать именно за DD, за Blur, а этот, ну, к сожалению, мне не подошел. Если вам подошел, то, пожалуйста, на меня не обижайтесь, у меня другие запросы, другие потребности у кожи. Я сейчас немножко откорректировала венки свои в углах своим уже незаменимым корректором от Catrice, Catrice Camouflage, и оттенок у меня 020 Light Beige, светло-бежевый. Кисть у меня от Faberlic, что одна, что вторая, очень хорошие кисти, мне нравятся, очень жаль, что мы их сейчас не видим в каталоге. Пудрой я сегодня буду пользоваться пудра Triumph, увлажняющая, оттенок 6240. У меня уже она подходит к концу, оказалось, что доченька у меня теперь полюбила пользоваться пудрой, и у меня расход очень большой. И вот ее единственный недостаток, это то, что ты хочешь вот так вот напудриться, а зеркала нет. Для этого нужно поднять пудру, а если я ее подниму, вот все, что у меня сейчас здесь раскрошилось, понятное дело, рассыпется. То есть для такой пудры обязательно нужно брать с собой зеркало, либо не брать эту пудру в сумку, а пользоваться ею только дома. Ну вот я примерно так и делаю. А для сумки, у меня, кстати, закончилась пудра Clinique, я вам показывала, которую я пользовалась, где зеркало на месте, она у меня закончилась. И вместо нее я пока ничего не купила. Кисть для пудры у меня Guerlain, натуральный ворс у нее, но, девчонки, после наших кистей натуральный ворс, вот этот, кажется таким колючим, что я вот сейчас, ну просто какой-то массаж лица получила. Следующее, что я беру, это будет хайлайтер. Хайлайтер у меня тоже Catrice, вот такой большой, перламутровый, и беру для его деликатного нанесения нашу кисть для румян. Дело в том, что она, мне не понравилось, как она передает румяна, она больше распыляет их по сторонам, чем переносит на кожу. Поэтому румяна я и не наношу, а вот хайлайтер такой гиперперламутровый, и ею наносить очень хорошо. Она прям буквально чуть-чуть-чуть сейчас даст сияние вот здесь на скулах. Если бы я наносила пальцами, это было бы, ну понятно, гораздо плотнее. Здесь я много набрала, сейчас чуть-чуть подсветим лоб. Вот так сделаем, ну и пальцем немножко выделим губы. Ну все, теперь я беру румяна. Румяна у меня тоже Faberlic. Девчонки, у меня вот они в таком виде, давнишняя серия Eye to Eye. Очень клевые румяна, и сейчас они у нас в серию Skyline перебрались и стали раза в 4, наверное, поменьше. Вот в такой же коробочке, только они чуть ли не как вот однушечка из теней, там какая-то крошечная порция этих теней. Но румяна очень клевые. Вот я их набираю на такую кисть, это тоже натуральная кисть. И несмотря на то, что они в коробочке смотрятся какими-то темными, они очень красивый дают румянец. Такой естественный, что я вот смотрю на себя и даже не вижу этих границ, поскольку они очень-очень прям деликатно и подчеркивают щеки. В общем, я обожаю эти румяна. Кисточка сыпется. Ну и вроде как ты и румяна, а самих румян не очень и заметно. Что еще я бы хотела подправить, это немножко откорректировать морщинки вот здесь, вот в уголках глаз. Я уже сегодня сделала патчи. Патчи с гиалуроновой кислотой из серии Пролексир, такие гелевые, красивые, перламутровые. И, конечно, веки распрямились. Что тут прям скрывать? Это прям, ну, очень заметно. С утра ты встаешь такая вся, надела патчи, походила. Не походила, а полежала 20 минут, потому что они гелевые и они сползают, если ходить. Ну, либо поправлять, либо лежать. Я отдохнула еще 20 минут. Расправились вот здесь вот веки, прям напитались, мне очень нравится. Но я воспользуюсь все-таки блер-кремом. Я его использую не каждый раз, не каждый макияж, а именно когда мне нужно куда-то выйти. Или когда, ну, мне просто хочется. Бывают, да, моменты, когда ты красишься, у тебя есть время, никуда не торопишься. И хочется себя еще больше усовершенствовать. Вот такие моменты я наношу блер. Ну, и у кого его нет, вы можете сейчас посмотреть, насколько преображается сразу века. То есть, конечно, глубокие морщины мы им не уберем. А вот такие мелкую сеточку мы прекрасно их, эту сеточку уберем, замаскируем. Блер можно наносить и поверх макияжа, и под макияж. Ну, вот я вспомнила в нем поздно, поэтому наношу поверх макияжа. Его можно носить в сумочке, если вы идете куда-то на мероприятие, будете фотографироваться. То перед фотографией можно подойти к зеркалу, быстренько-быстренько себе подправить какие-то места, какие-то морщинки убрать, и вы просто чудесно получите на фотографии, как после фотошопа. Конечно, этот крем, он чисто косметический эффект имеет и держится недолго. То есть, если вы куда-то идете, возьмите его с собой и не бойтесь подправлять макияж. Ну что, берем тени. Берем вот эти тени. Они раскрепляются, то есть продаются вот в таком виде. Это уже я их так замочек зацепила, так предполагается их зацеплять. И давайте начнем с оттенка 54-45. Это более серый такой оттенок. Я обожаю такой цвет. Конечно же, я его растушую. Я его растушую примерно вот до такого состояния. И он будет у нас базой для нанесения сухих теней. Вот, девчонки, скажите, я видела много видео, где наносят корректор на все века. Или там тональный. И потом ни у кого ничего не скатывается. Или может скатывается, но это все остается за кадром. Вот лично я делаю все то же самое. У меня тут же, буквально тут же, все вот сюда, вот здесь в складочках. Если я корректор нанесла под глаза, он тут же весь в морщинках. Причем это тот же самый корректор, как и у тех, кого я смотрела. Ну, то ли моя такая особенность, то ли просто потом не показывают, что с этим дальше происходит. Ну, в общем, у меня прям беда с этим. Нанесла я, посмотрите, очень-очень тонким слоем. Прям тонюсеньким, хорошенько растушевала. И я этими тенями именно так пользуюсь на дневное использование. То есть на работу. Мне нравится, ничего не осыпается, никуда ничего не девается. В течение дня хочешь сохнуть моментально. Ничем не пахнет, что мне очень нравится. И давайте на второй глаз нанесем оттенок 54-43. Он более какой-то розовый. Ну, это видно, да, как розовое золото, вот наше, которое мы привыкли видеть. И я его тоже буду растушевывать. Вот здесь слишком хорошо видна разница, а на глазах, вот когда таким тонким слоем, ну, практически ничего не видно. Я пробовала кисточкой наносить на глаза, но мне больше нравится пальцем. Кисточкой как-то не так ровно и пятнами. Еще одно ощущение от этих теней. У меня почему-то в первые самые секунды, минуты, возникает какое-то пощипывание от них на глазах. Ну, я не знаю, с чем это связано. Вроде после никакой реакции нет. Вот, ну, посмотрите, мне кажется, что разница видна, если только приглядываться и знать, да, что на глазах разные тени. А так примерно одно и то же. Насколько их хватит, я думаю, очень надолго, потому что, ну, с таким расходом не убавляются они совершенно. Открываю тени. Тени я вам сейчас напомню. Артикул 5194. Это новинка серии Skyline в тройных тенях. И что-то я их не могу открыть, открыла. Так, ну, сначала будем делать подводочку. Я буду набирать самый темный оттенок. Кисть у меня тоже Faberlic для подводки. И буду пытаться нанести подводку. Тихонечко-тихонечко вот так. Ну, так хорошо переносится. Мне нравится, как переносится. Не сыпется. Ничего под глаза у меня не обсыпалось. Это большой плюс уже. Сейчас проработаю ресничный край верхний. Вот так. И слегка растушую. У меня тоже растушевочная кисть от Faberlic. И немножко растушую. Все, сверху растушевывать не буду. Так, все, я оба глаза подвела. Сделаю это за камерой, чтобы вас не задерживать. Теперь я набираю светлый оттенок. У меня кисть для нанесения теней. И она у меня специальная для светлых теней. Для темных теней у меня другая кисть. Давайте попробуем под бровь нанесем. Так, в светлом оттенке есть золотистый шиммер. Не знаю, сейчас попробую вам показать. Видно или нет, но есть золотистый шиммер. Мне это не нравится. Ну, ладно, оставим так. Потом, если что, за кадром я это перекрашу. Нанесу светлую часть еще вот здесь высветлю. И уголок глаза. Нет, золотой не пойдет, конечно, здесь. Ну, накрасимся, ладно. Мне кажется, прям сразу издалека видно, что здесь желтит века. Особенно на фоне вот этих вот более розовых теней. Теперь я беру такую же кисть, но она у меня для темных теней. И буду наносить вот такой оттенок средний. Я обожаю такие серо-коричневые оттенки. И немножечко подкрашу ими уголок глаза. Буквально чуть-чуть вот так складочку. Ну, вот я накрасила оба глаза. И хочу сказать, что последний оттенок, который я использовала, вот этот средний, он мне подсыпался под глаза. И я сейчас все это убирала. Мне это не понравилось. Ну, вот так примерно получилось. Мне кажется, что база из жидких теней выглядит при таком вот, при таком раскрасе абсолютно одинаково. Ну, давайте тестировать тушь. Заявлено, что бесконечный объем. Силиконовая кисть здесь толстая. Я уже посмотрела обзоры. Девчонки говорят, что ей невозможно краситься. Давайте пробовать. Я еще ее не пробовала. Запах очень сильно пахнет чилиным воском. Вот прям чилиный воск. Я просто делала с ним бальзамы для губ. И знаю, как он пахнет. Да, как и говорили девчонки в обзорах, тушь не прилипает к ресницам. Что такое объемная тушь? Объемная тушь это та, которой ты, ну, прям с первого раза уже красишь объемные ресницы. А со второго, с третьего ты красишь уже огроменные театральные такие кукольные ресницы. А мы что видим? Ну, пока мы видим просто тоненькие реснички, которые даже я поднять не могу. Потому что на них слишком мало туши для того, чтобы они поднялись. Расчесывает она прекрасно. Реснички разделенные, но тушь слишком жидкая. Меня как-то спросили, Марина, а продукция Фаберлик тестируется на животных? Я говорю, нет, не тестируется. У нас это заявлено на сайте. Так вот, после таких выпусков продукции, как последняя была тушь серии Секрет, как вот эта тушь, я, девчонки, честно говоря, начинаю сомневаться, тестируется ли продукция вообще. Потому что, как можно выпустить объемную тушь, которая, ну, не красит, она не красит. Вот эта тушь, вот в том исполнении, в котором она сейчас, это для любительниц, наоборот, длины, без подкручивания, без объема, для того, чтобы, ну, просто реснички свои подчеркнуть. Возможно, она потом раскрасится, подсохнет, но пока объема нет. Ну, смотрите, реснички становятся красивыми. Хоть они и не толстые, и не черные, то есть тушь на самом деле не супер черная. Она с серым оттенком, то есть бывает супер черная тушь, как, например, Пушап. Ты прямо ее достаешь, и ты видишь, что там чернота-чернота. Мне кажется, что вот эта тушь, она и смываться будет с легким эффектом панды, а может быть и вообще не будет, кто сразу двухфаской снимает. Я думаю, он снимет ее буквально за 5 секунд. Стойкость я тоже, конечно же, не знаю, какая у нее, но на два слоя ресницы выглядят прекрасно. Прекрасно, но без объема. Я думаю, что когда она подсохнет, объем у нее появится. Сейчас я накрашу второй глаз и покажусь. Ну, в общем, как-то так получилось. Посмотрите, глаза. Ну, вроде нормально выглядят, но это не объем. Вы видите, да, что объема нет. Есть просто накрашенные ресницы, есть эффект удлинения, эффект подкручивания практически не дается. Ресницы выглядят, ну, честно говоря, какими-то палочками. Объема нет, ну, возможно, он будет. Будем ждать, когда она подсохнет, буду ей пользоваться. Если будет тянуться рука, ну, первую неделю прям буду заставлять себя ей пользоваться. И затем уже расскажу вам, дальше буду ей краситься или нет. А по поводу еще тестирования, да. Ну, вот скажите, как можно ее назвать объемной? Вы тогда ее сразу сделаете погуще, сразу. Она должна быть сразу густой для того, чтобы люди не разочаровывались в первые, там, 5-10 дней, да, не ждали. А возможно, мы не дождемся, как, допустим, была у нас серия волю март, по-моему, да, где были цветные туши, которые, ну, вообще не прилипали, вообще. И сейчас, кстати, с золотым глиттером, да, который я купила, мы, я его прям в видео, где я распаковывала заказ, наносила на руку, и он там замечательно лежал. А мне девчонки написали, что с глаз он прям какими-то проплешинами, он прям отваливается, и это очень некрасиво. И мне хочется спросить, а вот такой продукт тоже, наверное, как я, на руке тестировали, прежде чем выпустить. И я, конечно, его еще на глаза не пробовала, у меня опять была аллергия какая-то, в общем, с нашей экологией тут скоро, наверное, все облезем. Вот, и на глазах не получилось попробовать. Я попробую обязательно на глазах, и если у меня получится какая-нибудь ерунда, то я буду просто писать претензию в компанию, поскольку, ну, так не делается. Надо обязательно тестировать на веках, обязательно смотреть, какой конечный продукт у тебя получается, прежде чем продавать его. Ну, и последний штрих, это карандаш для бровей. Я немножко подправлю брови 55-65. Тот карандаш, который у меня был до него, и точно такого же оттенка, но в предыдущем оформлении у меня забрала дочь, сказала, что ей очень надо. Ну, мне не жалко, пожалуйста, она у меня еще забрала, кстати, щеточку для бровей, поэтому сейчас я вот так подправляю немножко волосинки. Я буквально чуть-чуть подправляю брови, я не люблю вот эти рисованные брови, когда они сплошной вот такой закрашенной линией. Я буквально чуть-чуть-чуть закрашиваю те места, где у меня не хватает естественных волосков, и слегка ее продляю вот в этом направлении, поднимаю, как бы, взгляд. Карандашик неплохой, карандаш, единственный его минус в том, что он, видимо, достаточно мягкий и очень быстро заканчивается. Я его точу там после каждого третьего применения примерно. Ну, и последний штрих. Мы сейчас нарисуем что-нибудь на губах. Я, конечно, еще не сейчас выбегаю, поэтому это будет что-то такое нейтральное. Я взяла блеск для губ из этой же серии. 44065 у меня оттенок. И вот вы спросите, вот будет у меня вот так вот три тюбика, да, как их отличить вообще? Тени это или блеск ли для губ? И тут для нас, для русских людей подписали на английском языке, что вот это вот eyes, это глаза, а вот это вот lips, это для губ. Ну, так, чтобы сразу все поняли. Поэтому, если что, берите словарь и переводите. Этот блеск очень комфортный на губах. Если бы не вот этот перламутр, который выбеливает губы, это был бы для меня вообще суперский блеск. Он очень клево ухаживает за губами. Мне прям нравятся ощущения с ним и после него. Блеск у него исключительно за счет перламутра, поскольку глянца у него нет совершенно никакого. Он такой достаточно приятный. Не ощущается у него никаких крошечек в нем. Ну, вот и все. Мой макияж закончен. Опять вас долго промучило. Всем большое спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok